вот такой вот у нас сегодня утром вид из окна нашего 55 звездочного отеля с видом на местную гавань на с видом на марину никого здесь кроме нас нет мы единственные кто здесь спали ночевали сегодня вот наш автомобиль здесь люди спят с палатками между прочим прям на пляже и вон там тоже на склоне вот здесь спят есть много туристов палатками а вот здесь вот прям рядом с нами никого нет потому что никто сюда не может спуститься из такое бездорожье и все супер единственно только под утро стало немного душновато ну и сейчас тоже вот солнышко греет и у нас на решетка на окнах решетки стоят сеточки такие я открыл и комары все равно как-то пробрались и начали нас кусать я короче говоря проснулся всем утра пошел искупался вода здесь чистейшая прям прозрачная и можно прям с удовольствием покупаться там рыбки есть всякие разные маленькие чайки здесь с утра кошки дикие кричат но к нам бояться не подходят потом крабы всякие разные выползали я вечером посуду мыл в общем классно здесь только вот единственный минус это комары вчера вечером мы оказались в городе фетхи уже поздно вечером ну как поздно в восемь часов девять часов где-то уже на закате и мы переночевали вот где марина заканчивается там есть ремонтные доки в восточной части города то есть если вот смотреть туда там будет такой типа полуострова вот слева совсем слева там внутри марина туда прямо там такой типа полуострова и очень много хороших мест с кемпингами где люди просто так приезжают стоят возле воды и пресная вода есть и можно заплатить там какие-то копейки 10 долларов там 200 лир максимум и остановиться в кемпинге где вообще все будет даже душ стиральные машинки но может быть за отдельную плату конечно но все вся инфраструктура все 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 будет вот и у меня фетхи всегда такое двоякое мнение когда я заезжаю со стороны 400 с севера он не город кажется таким грязным я думаю блин как он ничего не нравится и старый город тоже у них как-то не очень эти гробницы в скалах а когда вот я начинаю вот так вот больше больше узнавать вникать в принципе мне здесь вроде как даже и нравится особенно вот этот вот полуостров там очень много красивых мест и мест таких диких потому что мы вчера вечером там готовили барбекю делали ужин и к нам прям вот наверное на расстоянии 10 метров приходили дикие свиньи там кабаны поросята прям дикие дикие в турции их здесь не стреляют по всей видимости не едят и они себя вот так вот спокойно свободно чувствуют в пяти в десяти километрах от города от населенного пункта от марины они просто так гуляют себе и и все для них это абсолютно нормально но единственный минус где мы стояли там просто лодки швартуются и там не покупаться грязная вода и листая такая и лучше искать место где песок либо где камни там будет вода чище всегда природа здесь вот до гачека до бодрума в принципе классная можно даже под соснами встать вот этих животных встретить кстати вчера мы по-моему видели проезжали по трассе и видели волка который на обочине искал себе покушать но либо это какой-нибудь шакал может быть либо еще кто-нибудь но очень похоже на волка прям на обочине и набережная красивая видите сколько места это вот лето с раскар сезона и плюс ко всему еще и выходные праздники у них вы можете спокойно вот здесь напротив стать и вот в этом заливчике себе купаться сколько угодно туда дальше еще при прямо уходит парк там тоже есть большой парк и здесь еще тоже марина вот вот здесь собственно этот парк про который я говорил и очень много тоже караванеров здесь остановились прям после этого парка спокойно никто никого не гоняет не выгоняет в турции вообще так легко и просто к этому ко всему относятся но есть место ну парковка бесплатно но встал ты ну ну стой ну чё теперь сделаешь менталитет здесь конечно же очень простой в этой стране люди простые такие то есть все как-то я не знаю наверно с пониманием друг другу относятся я вот смотрю смотрю вот на этих людей которые путешествуют на больших автодомах на автобусах и вот мне с одной стороны вроде как бы хочется а потом я когда начинаю понимать как это ну на самом деле не просто это все нужно с собой постоянно возить воду возить туалет с собой возить кухню возить все с собой возить и как-то уже наверное к этому наверно до этого нужно дойти до этого нужно дойти и вот уже когда вы до этого дошли созрели наверное тогда вы уже можете когда вам не надо ехать каждый день много и там может быть по плохим дорогам и может быть быстро и и так далее когда вы просто больше стоите да конечно вам автодом больше подходит но если вы больше проезжаете и хотите периодически останавливаться в отелях то ну на автодоме тяжело потому что он большой он широкий он длинный он тяжелый да и даже управлять им тяжело особенно в европе здесь в турции еще дороги широкие а вот в европе там вообще узенькие улочки и там конечно тяжело ездить плюс ко всему еще если вы цените там комфорт если вам нужен чтобы обязательно у вас был душ там туалет это конечно вам на машине будет немного тяжело но с другой стороны на любой заправке есть туалет и можно всегда остановиться и душ есть на каждом пляже правда там конечно холодная вода ледяная но все равно то есть лично мне вообще просто я могу искупаться в море высохнуть сесть в машину дальше поехать у меня с этим вообще все просто я могу так два-три дня даже быть а есть люди которым прям вот обязательно надо каждый день мыться но я могу в речке купаться и мне поэтому проще я могу в любом месте остановиться у меня где там остановился по сути там и туалет и будет и и всегда мы с собой водим воду она в принципе согревается ее можно тоже как душ использовать вот поэтому это вечная будет такая дилемма так такие такой выбор какую машину выбрать и никогда вы все равно не выберете идеальный вариант кажд для каждого идеальный вариант будет свой и нужно пробовать пока вы не попробуйте хотя бы 20 30 тысяч не проедете вот так вот в постоянном путешествии вы не поймете какая вам машина нужно это нужно оказываться в разных ситуациях нужно пробовать смотреть как что вам лучше что вам больше нравится вчера вот мы заехали с другой стороны и вот вроде бы как бы отсюда тоже можно было заехать но вчера был праздник и нас навигация вела вообще по таким маленьким улицам по которым вот на автодоме например неудобно разрешаться и нужно поменьше машина то есть свои плюсы есть до ночью вы конечно кайфуете утром тоже вы кайфуете и вечером в принципе разницы нет никакой потому что все равно вы берете стульчики выходите на улице сидите единственный плюс что в нем можно работать но с другой стороны вы можете остановиться в любом кафе заказать кофе и сидеть также в кафе работать у вас будет вайфа интернет мы даже в этот раз не покупали сим-карту и пользуемся до сих пор роумингом нам вообще этого абсолютно хватает ну и плюс ко всему всегда все равно как ни крути охота оказаться в отеле в чистом с большим душем с хорошим напором воды и с большим бассейном кемпинг это да все понятно там автодом это да все классно но отель есть отель особенно такие классные отели в турции это просто вообще еще они стоят так мало сейчас нужно этим пользоваться автодом я даже не знаю где хорошо потому что в европе в автодоме вы можете только в кемпингах по сути стоять там для автодома очень тяжело найти пространство найти уголочек место какое-то и скорее всего по высоте тоже много ограничений будет там где мы будем проезжать там будут шлагбаумы бордюры барьеры и там можно проезжать под этим бордюром на легковой машине а вот допустим машина с багажником или там автодом уже не проедет поэтому это думать надо пробовать ну и каждому свое прелесть вот остановки в таких вот кемпингах ну рядом с какими-то любви и людьми не на отшибе а где-то рядом когда вы останавливаетесь с кем-то вы общаетесь что-то новое узнаете вот допустим они мне пытались рассказать о каких-то местах которых здесь интересные я-то проехал в прошлом году здесь на легковой машине очень много интересных мест для себя открыл нашел и заметки поставил но они все равно то есть люди добродушные я вот заметил что чем взрослее человек тем он более такой открытый и на общение и европейцы все равно более как-то идут на контакт более свободно более открыто чем допустим наши даже я не говорю там обычно россия мы встречаем вот допустим из россии мы встречаем людей ну не все такие открытые как примеру европейцы европейцы они прям вот с ними вот только начинаешь только только показал им что хочешь с ними общаться все они прям вообще рубашку снимут последнюю будут вокруг тебя бегать и все тебе будут рассказывать и кофе тебе предложат и все 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 на свете но а наши не знаю ну разные конечно люди но в основном вот сколько мы встречаем европейцев они все такие особенно если люди более-менее такие взрослые не молодежь то они прям вообще им видимо у них недостаток тоже общение и они прям стремятся общаться стремятся что-то узнавать прям тянутся очень сильно наши все равно как-то такие более закрытые люди особенно молодежь вообще особняком вот такая здесь продолжается природа мы сейчас едем всего лишь на высоте 20 метров то есть практически на уровне моря но здесь много лесов много зелени сейчас мы с вами где-то окажемся в бодруме рядом с бодрумом только проедем вот этот залив красивый таламан проедем и все там начнется пустошь друзья мы проезжаем город качек это пожалуй один из самых интересных и неоднозначных вообще городочков здесь в этой части турции да и наверное на всем пожалуй южном побережье турции потому что это такая ривьера турецкая типа турецкая такое сан тропе очень много олигархов сюда пришвартовывается причаливает и здесь есть и ремонтные доки и есть несколько марин здесь не одна марина здесь их несколько и здесь есть пляж то есть есть пляж вот с этой стороны с восточной где марина восточная там есть пляж песочный то есть они привезли песок как цезарь для клеопатрии привезли на самосвалах песок и такой беленький песочек на пляже но мы его не будем не будем здесь в этот раз останавливаться хотя там можно было бы очень красивое место найти и там много ресторанов классных и с завтраками и вечерние рестораны все тоже классные место очень европизировано там даже по моему призывов нет к намазу вечерних очень европизированное место и сейчас вы чем дальше будете туда продвигаться на запад мы вернее тем больше будет вот таких вот европизированных мест и туда если прямо еще ехать там будет туннель платный пожалуй один единственный платный туннель вообще на d400 вот она вся проходит от дачи и до сирии до ирана и вот только вот здесь в одном месте платный туннель не знаю почему с чем этого связано его можно объехать но он стоит 3 копейки очень мало и здесь вот все вот эта вся инфраструктура связано с лодками с кораблями все 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 здесь под это заточено то есть это такой рай для яхт сменов для тех кто по морю ходят они обязательно это место все знают а в прошлом году здесь стояла яхта обрамовича вернее даже в этом и еще каменского по моему или короче две яхты самые дорогие в мире они здесь стояли в прошлом году прям вот буквально в одном месте когда санкции пошли на олигархов они все свои активы все свои яхты сюда в турцию перетащили ну потому что турция как-то нейтрально относится и в принципе получает свои бенефиты вот мы сейчас еще до сих пор проезжаем он вот за этой скалой находится город там в глубине то есть 400 она как бы по краю проходит вот тут есть 3x по моему еще какие-то отели пятизвездочные тоже хорошие ну место однозначно я рекомендую всем кто здесь не был и прошлом году мы его нашли абсолютно случайно я также ехал с горки просто увидел яхты красивые а я увидел яхту вот эту крутую и думал а ну-ка сейчас я подъеду и посмотрю что там и в общем таким образом мы его открыли этот город для себя но все вот он в принципе вот перед этой скалой он заканчивается перед вот этим холмом гора что это а вот здесь вы можете поездить где он закончился там тоже есть дорога и мы там и зайцев видели в прошлый раз и я думаю можно найти много красивых мест потому что дорога вот так вот под пляжем проходит до водка чек закончился и еще что самое интересное здесь можно взять прогулку нам сегодня сказали немцы за 50 долларов на двоих с обедом с напитками вообще со всеми делами вас будут катать там показывать по морю ну не знаю я честно говоря не очень люблю вот эти вот покатушки по морю там качать будет еще что-то мне как-то больше нравится по дороге я в любой момент могу остановиться сделать что я хочу а там вот надо быть постоянное но я думаю нам придется брать феерий из греции в италию скорее всего надо будет искать паром потому что там обижать очень много здесь вот так же еще этот доломан есть аэропорт доломан и прям рядом с этим аэропортом там тоже классные места внутри такие затерянные заброшенные про них мало кто знает мало кто ездит ну и вот собственно вот платный туннель по моему 15 или 20 лет что-то типа этого стоит а 15 лир до всего лишь стоит ну по старому курсу это да но сейчас лира 25 и как бы это просто ни о чем по сути они могли бесплатно сделать может быть это какой-то частный туннель или еще что-то я честно говоря не знаю почему они взымают за него плату сейчас я вам скажу сколько он метров вы его можете объехать там дорога воду ходит налево так не написано сколько она написано что на велосипедах только нельзя но небольшой он максимум 23 километра муж 4 максимум я ехал по такому туннелю 15 километров бесплатно поэтому я не понимаю почему сейчас мы едем самым быстрым маршрутом в подрум ночуем там и потом едем дальше вот сейчас только что мы проехали углу угла и вот здесь если вы поедете то есть трассате вот это 330 она проходит по центральной части на высоте примерно около 700 метров и если вы поедете вот здесь по берегу в подрум прям по береговой линии там будет очень много красивых мест и для кемпинга и для автодомов и для и гостиницы там будут в общем там такая прям затерянная территория красивая вода красивая и узенькая такая дорожечка она проходит через лес и там очень классно я там обязательно проеду может быть или в следующий раз или на следующем пути мы просто сейчас забронировали отель все включено и мы туда приедем в 4 часа как раз на ужин обед пропустим вот здесь по материку вот так идет пока много зелени до из мира 220 километров но мы сейчас сделаем крюк сейчас сделаем крюк мы заедем в подрум через город милас и потом скорее всего мы опять на этот город вернемся город милас потому что там по побережью были вообще нехорошие дороги а кстати 400 вот видите она закончилась она вот на этом полуострове дача она на нем закончилась и мы теперь едем и 330 то есть 400 у нас уже не будет она превратилась вот в такую и 330 но они похожи просто название поменялось а так по сути это знак но как сказать дороги которые между городами проходят и они одинакового размера видимо от знаковые требования одинаково бесплатно одинаковое количество заправок мне вот эти вот места то дачи намного больше понравились особенно если ехать возле берега но я думаю вот здесь вот тоже если ехать возле берега тоже будет классно а уже потом но я там как бы не был мы там еще посмотрим но если ехать по центральной части турции то здесь вот какие-то заводы фабрики еще что-то но аэропорт здесь есть ну и по сути туристического здесь очень мало вообще сейчас в такую жару 100 градусов по фаренгейту это 33 даже больше градусов по цельсию очень жарко и просыпаться вообще не очень комфортно в машине под открытым небом под открытым воздухом и нужно просыпаться либо где-то на берегу чтобы проснуться и сразу прыгнуть в море и собраться и уехать либо под соснами одно из двух потому что когда вы вот так под открытым небом просыпаетесь солнце начинает уже в 6 часов утра уже просто невероятно сильно жарить и это так себе в общем недоброе утро такое кому-то нравится жара не знаю вот а я сегодня открыл оставил заднюю дверь открытую прям вот на воду поставил и открыл ее и было прохладно то есть было прям очень комфортно спать во первых во вторых ни комаров ничего такого не было и мы выспались только из-за того что я открытую дверь оставил то есть это тоже важно чтобы вентиляция была сейчас мы туда поднимемся там будет этот город стратоники друзья если вы по вы вот этой трассе поедете где мы сейчас едем то вас ждут сначала большой спуск потом большой подъем но я имею ввиду сначала будете подниматься а потом спускаться прям резкий резкий набор высоты и резкий спуск это вот в районе милоса и в районе океака спуск и подъем а там если будете поехать по побережью там вроде как просто она идет по побережью дорога и все ничего такого нет а здесь прям резкий такой спуск ну более-менее здесь дорога возле милоса ровная а там возле океака там такой сербантинами налево направо налево направо 66 километров показывает нам но она показывает не до самого бодрума а мы поедем на побережье мы там катались там была стройка зимой пыль была ну не знаю дадим еще раз шанс этому месту там кстати по моему тоже сейчас будут сербантины поэтому она показывает что мы будем 60 километров в час двадцать ехать и в общем сейчас мы туда 60 километров едем и завтра сюда опять будем 60 километров возвращаться по одной и той же дороге но ничего не сделаешь таков путь можно конечно наверное как-то попробовать на лодке мы здесь уже все греческие острова остров гос какой-то калии и так далее это все вот эти места они очень легендарные здесь очень много историй всякой разной пресс происходило и тысячелетиями и конечно же здесь есть что посмотреть и почитать но самое интересное то что видите ландшафт как меняется здесь еще вот чуть-чуть есть зелень сейчас мы только туда вниз через перевал перекатимся и все там уже ни деревьев ничего такого не будет особенного особо вот это я постоянно проезжаю туфтюрк и не могу понять что это такое это то ли гаих то ли техосмотр что-то такое во всех городах есть и у них такая большая площадка иногда там бывают машины сегодня кстати праздник Курбан-Байрам и плюс ко всему еще воскресенье и поэтому все отели примерно процентов на 30-40 взвентили цены в некоторых отелях нет мест ну по крайней мере так они пишут и лучше если вы допустим в Турции оказываетесь на какие-то праздники или на выходные лучше объезжать курортные места потому что местных очень много ну естественно они приезжают на 1-2 дня ну и они по сути как бы просто платят и все без лишних вопросов а мы как бы едем мы знаем цены мы знаем сколько это стоит в обычные будни и неохота платить допустим две или там две с половиной тысячи лир за отель который там стоит тысячу лир или там допустим тысячи триста в два раза выше может цена вырасти и как правило наверное надо планировать вот так путешествия чтобы либо выходные либо праздники просто проводить в машине а будет не ехать спокойно и меньше платить и спокойно меньше людей будет туристы-то как бы которых привезли в любом случае будут просто меньше будет местных и за счет этого цена будет более-менее адекватно где-то наверное в двадцати километрах от водрума начинается с правой стороны дорога идет по побережью и там примерно где-то 10 метров до воды но зато можно встать прям под соснами очень много мест единственный минус что возле трассы но иногда бывает так немного в глубине можно вот типа как здесь и прям под соснами можно встать постоять здесь так это чё выступления всякие разные концерты тут у них на бодро бодрыми на площади часто проводят всякие концерты в том числе иногда бесплатные но там так тесно все так сжато-зажато и не знаю даже я конечно там в водруму я тогда мы тогда столько там жили времени я так искал пытался что-то найти что вообще сюда приводит людей но он такой тусовочный якобы считается но зиму на новый год здесь вообще скучняк был возможно сейчас иностранцы приехали летом жара и самолеты привезли иностранцев туристов не знаю сейчас посмотрим вид на крепость который в свое время спасли госпитальеры от разрушения и на гавань и как вы можете помнить все вот эти домики в одном стиле греческом таком светлом я думаю здесь на правительственном уровне на каком-то закреплено что дома можно строить не выше определенного количества этажей и определенный фасад должен быть именно белый возможно вот этот не сам за то что он серенький сделал он заплатил за это ну или еще что-нибудь типа того потому что все дома белые и здесь было по-моему землетрясение и плюс ко всему сейсмически сейсмически остается вот когда мы здесь были вон там в бухте в гавани стояла яхта Абрамовича вернее мы на ферри проходили мимо нее все я думал о какая бухта какая яхта красивая там прямо мельницы ну и все вот высоких зданий многоэтажек вообще нет по сути самая высокая по этажности это наверное крепость мы сейчас проедем там мимо будет театр античный и туда уедем как хорошо что мы не в центре будем жить зимой здесь было прохладнее чем в Анталии поэтому мы решили не ехать в Измир потому что мы здесь замерзли мы там жили чуть дальше отель музеем резорт что ли что-то типа этого и там жгли камин короче чтоб согреться а в номере было прохладно поэтому мы в одежде спали даже душ не приняли а сейчас здесь 100 градусов по Фаренгейту это почти 33 в районе этого ну и вечером вот здесь вот по этой дороге вечером бывает затор по трассе Т-330 мы успеем проскочить до затора вечером я здесь проешал вот здесь вот вид прям очень красивый если туда смотреть вот он театр кстати он бесплатный вы можете прийти посмотреть здесь по-моему еще какие-то эти проводят спектакли выступления ну да у них на площади бесплатные выступления наверное в этом театре тоже проводят и все мы сейчас просто вот проедем насквозь туда вниз не будем спускаться потому что если туда направо поехать в сторону марины там просто будет невероятные пробки вот здесь есть магазин там чуть дальше макдональдс и здесь слева мы жили какое-то время а потом мы жили возле марины да мы здесь много где жили на самом деле мы этот бодром хорошо так поизучали халикарнас раньше здесь назывался этот город здесь был царь потом была ему могила она считалась чудом света и по-моему землетрясение его разрушило а или кто война его разрушила землетрясение но его восстанавливали потом опять было землетрясение и потом девятнадцать веков простояло и потом короче лес обвалилось и из него уже обломков и короче после первой мировой войны здесь какое-то время этот город он был оккупирован итальянцами между прочим а вот это вот бодром только что закончился начался город канасик у них бывают такие названия айдынчик канасик еще там что-нибудь а тут чуть дальше если проехать есть большой торгово-развлекательный центр большой комплекс с правой стороны вот так вот собственно друзья выглядит наш отельчик на сегодня все включено обед уже по-моему закончился но они говорят есть ночной суп и обычно в таких отелях всегда можно попросить прийти покушать и что самое главное что он прям вот здесь набережная и прям вот выход сразу на море а можно прийти покушать еда есть можно взять что-то покушать если вы приехали голодный можете приехать взять покушать и здесь вот набережная вечером я думаю здесь можно будет погулять походить будет классно а и вот пляж сразу тут же да все можно на пляже загорать при желании вода чистая чуть-чуть вечер ветер дует совсем немного и вот это наверное пляж отель вода очень чистая прям вообще и мусора нет и здесь еще есть пляж а вот это вот греческие острова уже отсюда видно очень хорошо Греция совсем рядом вот такой друзья нам достался сегодня номер с лошадью ну весьма культурный между прочим для трехзвездочного отеля с видом на бассейн они здесь главное проветривают и кондиционер еще включили зачем-то ну такой не могу сказать что он прям супер гигантский но зато вот частичку моря даже вот так можно заметить если поглядеть много зелени в отеле и вот там машина наша стоит между прочим вот этот вот отель он примерно по состоянию такой же как тот 4 звезды был даже может быть получше чисто просто немного маленький все слегка совсем малюсенький не 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 и а Сегодня в Водруме, как всегда, вечериночка, как всегда. Здесь еще по дороге в туалет, вот такая вот выставка современного искусства в Стрикоске и, конечно же, кот. Куда вообще без кота, да? Чёрный кот. Ты чёрный кот? Да? Друзья, мы сегодня оказались в городе Айдын. Это просто какое-то невероятное место в старом здании. Возможно, это какой-то замок был или я даже не знаю, что это было. Может быть, даже это тюрьма была, потому что здесь решетки на окнах. Или вообще, я не знаю, что это, короче говоря, такое. И, в общем, мы здесь поселились теперь, это трехзвёздочный отель. Я чуть позже узнаю про это место, что это вообще такое. И вам обязательно расскажу. Он недалеко находится от центра города. И на него такая очень демократичная цена, потому что в Бодруме сейчас праздник, и там просто нереально как-то зарядили цены, и мы, в общем, экстренно уехали. Потому что здесь всего лишь 50 долларов стоит номер трёхместный. Там ещё большая кровать. То есть втроём можно за 50 долларов здесь спокойно спать, ночевать. Вот здесь написано, что мы находимся сейчас в сердце истории, и, в общем, разные всякие цивилизации здесь существовали. Ну, на самом деле, удивительное, конечно же, место. И, я так понимаю, это всё в старом городе, потому что здесь такие булочки. Улочки кофейни они сделали, всё-всё вот именно в этом здании. Вот так он называется, этот отель. Крутое, очень крутое место. И плюс ко всему у них ещё своя собственная парковка со шлагбаумом. Для этой местности это редкость. Приехали в город Кашидасы. И вот здесь вот такая чистая вода, во-первых. Во-вторых, на лодках привозят людей сюда купаться, прям вот возле крепости. И плюс ко всему ещё крепость есть. Тоже очень красивая. Типичные турецкие серпантины. Красивейшие. Нам сказали, что можно здесь получить турецкую симгарту бесплатно, бесплатно. Вот три можно попросить. Сделают. Не за деньги. А, вот это круизный лайнер, кстати, стоит, между прочим. Я его увидел ещё с дороги. Аида. Это гигантский круизный лайнер. Это как пятизвёздочный отель. Вы можете, то есть, купить билет в каюту. И у вас будет там всё включено. Корабль периодически будет швартоваться вот в таких вот портах. Будете заходить там, выходить на экскурсии. Ну, там всё есть. Алкоголь есть, развлечения есть. Это немецкая круизная компания, по всей видимости. И это, собственно, здесь променад. Ну, мы сейчас проедем вот так вот возле берега. И, возможно, найдём пляж. Здесь покупаемся и поедем дальше в Исмир. Я думаю, мы здесь не будем останавливаться. Но такой немного слегка туристический город. Но не такой туристический, сумасшедший, как Бодрум. В Бодруме вообще там жуть что творится. Причём стоит не один круизный лайнер. Их несколько. Три, как минимум. И они очень большие. Несколько этажей выше здания сельсовета. Вот. Здесь даже написано, если кто не знает. Эджпорт Кушидосе. Здесь также есть ещё одна крепость. Ну и, соответственно, старый город. О, вот это вот мопеды. Все увозят. Кто-то припарковал в неположенном месте. И приехал эвакуатор и увозит. Поэтому ни в коем случае нельзя в таких местах, где не положена парковка, парковать. Здесь я часто замечаю, бросают машину и турки могут конус на крышу поставить. Типа, если здесь парковаться нельзя или ещё что-то. А машина, допустим, там с российскими номерами. Вот это отопарк. Вы можете то заехать, заплатить там какие-то копейки и парковать свою машину сколько угодно. А здесь тоже она, в принципе, либо платная, либо будет запрещена парковка. Здесь чуть-чуть западнее. Во-первых, вот он кастрюлю поставил себе в машину. Прямо там в кастрюле варит кукурузу. Пламя так по всей машине идёт. Во-вторых, здесь каравайнеров очень много и музычка такая в такт. Вот это многие люди прям на караванах приехали. И хотелось бы, конечно, поставить тенёчки. И здесь пляж похож на Копчега. Ну да, похож на Копчега, но очень чисто. Прям очень чисто, невероятно чисто. Люди в палатках здесь, в автодомах, на караванах приехали. Ну за лидеры лежаки придётся заплатить. Натурой, Владимир, вы принимаете оплату? Натурой. Да, Владимир. Давайте всё посчитаем, сосчитаем, пересчитаем. Зачем я туда лезу? Друзья, вот координаты. Вот такой здесь пляж есть возле Кушидары, западнее. Кушидасы. Очень много автодомов. И на мопедах люди местные приезжают. Здесь можно арендовать шезлонг, можно арендовать. И песок такой незыбучий. То есть машина, в принципе, не застревает. Можно даже на легковой машине приехать. И он широкий. Очень длинный, широкий пляж. Вон там можно даже под соснами, можно с палаткой встать. И всё такое. Мусорные баки есть. Но пресная вода только платная. Где дуж, где туалет, только там. Мусорные баки. И туалет стоит 5 лир. За 5 лир можете подъехать, помыться, обмыться. Друзья, мы сейчас приехали в Эфес. Древний античный город. Он находится рядом с Кушидасы. И вот рядом как раз таки с этим пляжем, где мы сейчас купались. А здесь... Здесь вот колоннада такая. Судя по всему, это... Был вход в город. А, или храм какой-то. Скорее всего, это колонна храма. Мы сейчас здесь так просто пройдём. Недолго. А, вон там крепость находится. Крепость там находится. Но уже вечер, всё закрывается. И, скорее всего, мы приедем сюда в следующий раз уже. Да, я вот так вижу крепость. Друзья, мы приехали в Измир. Вернее, это Бурка. Бурка, да, по-моему, называется. И здесь квартира. Целая квартира. Мне кажется, потому что это с территории... Целая квартира здесь уже... Побольше. Здесь, по-моему, туалет, да? Туалет. А здесь кровать. Ну, на троих... Только так. И стоит он немного. Что-то, по-моему, 30 или 40 евро всего лишь. Конечно, не важно. Како... Мне кажется, что это... Как... Как да? Они были в цели. Так, это... Мне кажется, был... Они было! Как... Наверное... С prostate. Ст Molly. Что... Ко shelter.